доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами сейчас валютная пара евро доллар с расстановкой опционных уровней давайте взглянем что у нас произошло в текущем контракте как в принципе в прошлом контракте видимо из неопределенности с мировой экономикой то есть из-за разности противоречивых ожиданий у нас очень широкие коридоры границ рынка нижняя граница рынка верхняя граница рынка находится очень далеко друг от друга по отношению к той волатильности которая у нас сейчас присутствует на рынке что мы могли наблюдать но могли наблюдать за опционным уровнем put который у нас неоднократно отбивался то есть не пускал рынок ниже данного уровня то есть идет у нас как некая сильная поддержка и после того как у нас перестроилась нижняя граница рынка резко вверх тем самым создалась модель ожидания того что цена как максимум не пойдет далеко вниз за пределы данного опционного уровня плюс у нас еще появлялись свеженькие опционные уровни с экспирации 20 9 мая плюс 6 июня поэтому данная точка могла быть хорошим местом для поиска покупок и также данная модель то есть резкого перестроения нижней границы рынка вверх при том что верхняя граница рынка нас остается на месте свидетельствует о том что рынок может начать расти что в принципе и произошло в тот же день рынок у нас подскочил на следующий день были добавлены опционы с экспирации 4 сентября опцион call за пределами верхней границы рынка то есть в принципе мы можем ожидать что до 4 сентября рынок может сходить до данного уровня на 12 фигуру и развернуться оттуда вниз поэтому сразу отметим для себя что 12 фигура 1 12 15 1 12 20 до на сегодняшний момент это хорошее место вот хорошая область для поиска среднесрочных продаж на текущий момент у нас теперь опцион put вот этот опцион put ранее выступал в роли сопротивления теперь выступает в роли поддержки в принципе от него можно искать среднесрочные покупки с максимальной целью как раз вот сопротивлой верхней границы рынка до этой до этих вот обозначенных областей здесь искать среднесрочные продажи несмотря на то что у нас на текущий момент уровень 4 сентября находится за пределами статистической досягаемости но по мере роста цены данный коридор будет смещаться выше и в итоге может оказаться что еще и зайдет в коридор 6 68 процентной вероятностью поэтому следим за данным уровнем но и если рассмотреть еврик на более короткие дистанции то в принципе вот ситуация у нас неплохая по причинам того что данный уровень у нас превращается в поддержку это у нас плюс того что можно ожидать дальнейший рост по крайней мере сейчас чисто с технической точки зрения можно вот ожидать чего-нибудь подобного дальнейшего роста во вторых если проанализировать где у нас происходили покупки продажи по рынку а по рынку как правило у нас биржевая толпа то мы можем заметить что у нас вот в этих областях 21 мая набирала активно позиции на продажу как ее называю биржевая толпа опять-таки вероятно да достоверно мы этого знать не можем вероятно набирала продажи биржевая толпа и случился такой редкий момент что эту этой биржевой толпе дали все-таки подзаработать но возможно что некоторые из них удерживают свои позиции с расчетом на дальнейшее падение на проторговку данного уровня и на дальнейшее падение и поэтому данных товарищей можно сходить от стоп лосить как это выглядит на фьючерсном графике давайте взглянем вот у нас 21 мая тот самый день что мы видим вот тот самый участок то есть я его выделил таким вот прямоугольничком вот этот прямоугольничек этот самый участок у нас резкое нарастание продаж именно по рынку по маркету то есть продавцов у нас больше именно на этом участке идут продажи и максимальный объем у нас ложится на этом уровне то есть практически на низинке дня у нас идет максимальный объем скорее всего продавцов так как у нас продавцы видим здесь здесь огромный пласт продавцов тут продавцы тут продавцы продавцов гораздо больше чем по объему чем покупателей поэтому можно предположить что это хоть максимальный объем так вот ареал область область продавцов не очень профессионально как мы видим продавать по самым низким котировкам это подчерк обычно идет биржевой толпы потому что покупатель вернее крупный игрок обычно действует и менее заметно то есть вот этот индикатор кумулятивной дельты крутится возле флага то есть нет каких-то явных движений по рынку как например вот здесь у нас идет конвергенция схождения рынка то есть рынок падает покупатели набирают позиции на падающем рынке этот крупный игрок так не действует обычно идет какая-то ренджовая ситуация кумулятивная дельта крутится возле 0 и при этом максимальный объем дня остается наверху если мы если он целится на продаже это почерк крупника здесь явный почерк биржевой толпы но что удивительно биржевой толпе здесь дали подзаработать возможно были какие-то фундаментальные факторы когда идут фундаментальный фактор то крупняк здесь уже конечно не вмешивается не прет так сказать против всего мира поэтому вот здесь та самая редкая ситуация когда биржевой толпе дали подзаработать что видим далее видим далее что у нас идет падение рынка но также происходят покупки при этом мулятивная дельта у нас резко стремится вверх более менее можно было бы походить на на почерк крупника то есть на падающем рынке у нас идет всплеск покупок с максимальным объемом внизу но при этом дельта у нас слишком резко подросла вверх тоже не очень похожим на крупника и что мы видим дальше дальше видим что у нас на следующий день здесь уже был укороченный день америка здесь не работала только лишь работала азия плюс европейская сессия вот этих товарищей от стоп лосили упали вниз как можно понять что от стоп лосили либо можно смотреть что будут ставить за какие-то явные локальные минимумы максимума свои стоп лосики переносят но здесь как таковых стоп лосов за прошлые дни здесь пустота за прошлые дни как таковых явных ориентиров куда стоп лосовой ставить некуда так как вот это сформировать формировалась в течение того дня то можно предположить по уже статистике наблюдений за многие года что стоп лос обычно ставит на 20-30 пунктов и поэтому если мы даже возьмем от максимального объема расстояние тонн она нас к классу как укладываться практически в 30 пунктов 28 до 29 то есть можно предположить что данную биржевую толпу вот этим движением от стоп лосили смели с рынка ну далее здесь у нас был укороченный день поэтому есть не особо информативно будем смотреть дожидаться сегодняшнего дня как пройдут дорогие как пройдет сессия что у нас будет интересного и уже можно будет смотреть на ближайшие деньки куда открывать позиции сейчас пока что я жду что цена может пойти вверх вниз можем может быть сходить вновь куда-то до уровня опциона пункта у нас ориентира имеется где можно искать вот покупочки либо же где-то внутри таких областей искать покупки если будут возникать какие-то ваши разворотные паттерны если рассмотреть вчерашний день то мы что можем увидеть что у нас тут в этой области шли покупочки начиная вот так вот в этой области шли наборы позиций на покупку вот они у нас подтверждаются всплеском объема вверх далее у нас последовало движение вниз и набор продаж но видим что не всех хотя и основная масса основная масса вот она идет у нас ей заработать как минимум не дали сейчас они вернее выходили на закрытие торговой сессии возле 0 часть из них закрылась часть вероятно перенесла позиции на следующий день но вот эти товарищи не отступлены поэтому вот этот маневр вверх может быть так сказать афинт ушами закрытие пробитие часовых баров выше этого уровня дает надежду на то что рынок пойдет дальше вверх в принципе вот мы здесь можем наблюдать что идет рост кумулятивной дельты то есть все покупателей по рынку больше чем продавцов возможно крупняк манипулирует рынком таким образом чтобы заманить больше в покупке ободрить духом что пробели можно открывать позиции на покупку и дальше будет выносить данных товарищей по стоп лозу стоп лоз здесь у нас где может быть но на тот момент как начались у нас покупочки в принципе на сегодняшний день уже могут перенести стоп лозу из-за пределы данного локального минимума либо же можно отмерить 30 пунктов от максимального скопления прошлого дня мы увидим опять таки уходит назад чуть ниже данного локального минимума то есть ориентиры может быть что сегодня будет падение вот тут в эти области и в эти области как раз здесь уже поискать можно будет покупочки например на завтрашний день если по графику фурок смотреть то это как раз обратите внимание может случиться так что цена может упасть либо то вот этого уровня опционок да то есть вот как раз она область для поиска покупок у нас совпадает поэтому следим прямо сейчас я каких-то позиций здесь не вижу по евро доллару так как все-таки у нас были выходные по америке то лучше дождаться более-менее внятной какой-то ситуации и уже действовать с большим вернее с большей уверенностью в своей позиции с большей ясностью рынка так теперь давайте перейдем британскому фонду британский фонт у нас выстрелил вверх что у него на текущий момент что у него по расстановке опционных уровней по расстановке опционных уровней в текущем контракте который начинается вот с этого вертикальная красная линия то цена торгуется между границами рынка пляшет вокруг уровня опциона call на этот уровень очень уж давний появился еще в марте и уже не раз был отработанный в качестве его прошибли в качестве его поддержки уже использовали и вокруг него сейчас опять идет пляска но имеет ли он уже какую-то реальную силу сказать трудно что у нас было было резкое перестроение верхней границы и вниз после этого цена несколько припала у нас вот у нас верхняя граница рынка упала цена с этого момента пошла вниз до нижней границы рынка не дошла здесь у нас появился недельная опцион с экспирации 12 июня хорошая кстати область для поиска покупок если все-таки цена придет в данной области это вот 1 19 90 1 19 09 хорошее место для поиска покупочку он данным но им что у нас сейчас час полтора назад фунт резко стрельнул вверх давайте посмотрим на фьючерсы что там с не происходит куда его кто его гонит и так что у нас было здесь у нас были обратите внимание очень большие покупочки вот они прямо большие жирные покупки причем вот здесь явная покупка биржевой толпы как я называю подчерк лузера да то есть покупают на самых верхушках максимальный объем происходит на самых верхушках покупки это явный подчерк биржевой толпы которых конечно наказывают стоп лосит собирают ликвидность но опять таки вот сложно сказать куда собирают ликвидность если биржевая толпа покупает то для них стоп лос будет это цел стоп который будет отрабатываться по аскам то есть у нас кумулятивная дельта будет растянуть в принципе мы здесь и наблюдаем рост аска в том числе и здесь уже более-менее похоже на почерк крупняка но не очень есть одно но здесь все хорошо нападение на рынок упал внизу прошел максимальный объем в узком коридоре но сильный рост дельты и по рынку много покупок то есть больше склонен верить что предполагать что это все-таки опять-таки набор покупок биржевой толпы просто он более удачный чем в прошлые разы и вчерашняя азия и европа вчерашний короткий день нам показывает около флэтовое состояние всего лишь от минус 600 на минус 600 контрактов радует единиц цена упала дельта упала и мы видим что идет набор набор продаж мелкий такой но набор продаж все-таки у нас доминирует над покупочками поэтому что мы можем здесь предположить можно предположить что сейчас вот этот рост эти обновим вот этот рост у нас идет как вынос от этих продавцов но вынос продавцов уже как-то у нас под затянулся уже ушел на 60 пунктов и в принципе дает зарабатывать вот этим покупателям на текущий момент поэтому сейчас каких-то позиции я не вижу будем следить за тем как отрабатываться данная область что здесь будет происходить возможно здесь данной области будут набирать продажи сначала сейчас идет рост потом будут набирать продажи и здесь уже будет интересно посмотреть что здесь будет происходить с кумулятивной дельтой кто у нас будет преобладать на рынке покупатели или продавцы и уже делать соответствующие выводы куда пойдет рынок дальше то есть искать интродейные позиции по британскому фонту пока у нас вот флетит не флетит а находится в таком широком коридоре между границами рынка пока нет среднесрочных покупок или продаж давайте пойдем дальше австралийский доллар по австралийскому доллару также находимся между границ рынка также у нас перестраивалась резко перестраивалась нижняя граница рынка вверх создавая модель дальнейшего роста но и у нас ожидания никуда не делись многое ожиданий за пределами верхней границы рынка ожидания колов что цена пройдет в данной области здесь можно будет искать среднесрочные продажи на хорошие области для поиска среднесрочных продаж это у нас соответственно какие области 066 50 и 066 80 хорошего для поиска продаж и далее 067 60 6780 эти области для поисков среднесрочных продаж довольно таки хорошо выглядит по рынку фьючерс если смотреть интродейны с девочки сегодня опять таки не особо будет что-то понятно из-за вчерашних выходных но все же давайте взглянем по австралийку у нас позавчера вернее 21 мая набирались покупки но их хорошенечко прокатили вниз от стоп лосили далее опять набирались покупки вот в этой области и видим от нас преобладание покупочек идет здесь преобладание покупочки йод их не от стоп лосили пошли дальше вверх вчера короткий день преобладали покупки до всей этой области у нас вы практически одни чистые покупочки явное преобладание и опять дают подзаработать всем этим товарищам получается вот так вот им уже всем дают подзаработать цена идет вверх это мы будем смотреть последующие дни что у нас будет интересно интересно может что-нибудь произойти так как цена у нас подбирается к этим уровнем в данную область может цена забраться и здесь будет что-то происходить интересно потому что явные такие уровни где будут активно проявлять себя биржевая толпа какую-либо сторону возможно сейчас будут какие-то фундаментальные события как я уже говорил и поэтому толпа вместе может быть с крупным игроком который покупал здесь на низеньках получается она идут сейчас вверх далее как фундаментальные факторы отрабатываются так крупный игрок начинает жестко методично выносить биржевую толпу просто без всякого сожаления без всякого шанса давать ей заработать поэтому будем наблюдать и по возможности повторять действия крупных игроков идем дальше канадский доллар по канадскому доллару у нас идут падение также находится между границами рынка доходила до нижней границы рынка у нас цена здесь у нас вырисовывался разворотный паттерн на данном участке и цена от этой нижней границы рынка уходила вверх на 150 пунктов а сейчас пока вот пошла идет вниз по рынку фьючерсов на канадский доллар здесь будет график перевернутый то есть то что для фьючерса покупка то соответственно для форекса будет идти продажа графики у нас идут перевернуты что мы здесь наблюдаем здесь наблюдаем резкий скачок покупателей вот они у нас покупатели активизировались максимальный объем опять в нижней части дня похоже на почерк крупника да резкий рост дельты не совсем соответствует поведению крупников но тем не менее опять цена идет вверх то есть мы можем уже судить о том что какие-то события происходят именно по доллару по американскому доллару который одинаково коллерирует сейчас все валюты между собой происходит хорошая такая коллериация ждем на сегодняшний момент по крайней мере вот сейчас что видно но видно что вот на этом росте то есть дельта падает график растет это может говорить о том что фьючерсу не дают падать то есть пытаются продавать но его поддерживают лимит радерами то есть подставляют такие лимитники отложены радера лимит радера которые не даются не падать и при возможности ее эти лимитники подтягивают подтягивают вверх тем самым утягивая утягивая рынок дальше вверх на параллельно происходящих покупках то есть кто-то покупает а то продает но активным продавцам не дают идти дальше мне за счет лимитных ордеров это вот уже похоже на почерк крупника то есть крупнику нужно чтобы рынок пошел дальше вверх возможно он защищает свои покупочки соответственно мы видим продажа надо таких уровней будет продажа нужно будет уже смотреть последующие дни и опять таки у нас цена возможно скоро войдет на коридорчик где будет происходить что-то интересное на этом интересном можно будет уже и подзаработать далее франк франк у нас ушел за пределы верни как сказать ушел верхняя граница рынка резко упала вниз и франк у нас оказался за пределами верхней границы рынка здесь у нас создавалась вот на этом участке создавалась модель поддержки так как граница рынка пробила цену и оказалась под рынком пыталась уйти вверх не далее и в итоге проторговали вниз сейчас мы вновь вернулись сейчас уже отрабатываем стандартную ситуацию когда цена может направиться вниз по франку можно будет следить опять таки за фьючерсами уже более детально сейчас пока мало что информативного есть из-за вчерашнего дня то есть видимо идут наборы покупателей по рынку по биржевой толпе для фьючерс соответственно будут продавать биржевая толпа здесь видит покупки вероятно рассчитывая на вот этот пробой да что вот здесь поддержка была здесь поддержка была с ростами биржевая толпа рассчитывать на дальнейшие покупочки но если вступит в игру крупный игрок то соответственно вот этих покупателей он будет давить вниз что у нас в принципе и соответствует с опционным анализом где мы сейчас находимся на на верхней границе рынка можем упасть за пределы нижней границы рынка это уже такие среднесрочные ожидания поэтому за франком предпочтительнее следим на продажу и осталось японская иена по японской иене у нас достаточно все далеко как по большинстве валют далеко до верхней далеко до нижней границы рынка среднесрочная область продаж остается на прежнем уровне это между верхней границы рынка и опционом с экспирацией 8 июня уровень 109.09 и 108.70 данная область появлялся у нас опцион недельная опцион с экспирацией 27 мая цена вряд ли уже до него успеет дойти за сегодня до завтра осталось две торговые сессии поэтому на него внимание уже не обращаем но если мало ли вдруг что и резко цена припадет к этому уровню то здесь можно будет смотреть формируются ли у вас сигналы на покупку то есть это будет дополнительный маячок к тому что здесь можно будет искать покупочки по рынку фьючерсов пока тоже ничего из этих выходных к особо ничего не понятно и несколько были небольшие покупочки вчера на их сегодня уже и отступлосили какие у нас интересные области есть опять таки цена подбирается тоже к интересным областям вот к этим здесь уже будем наблюдать что здесь будет происходить и куда дальнейшее месяц либо на продаже либо на покупке но опять таки все это будут более такие интродейные сделочки на день максимум на два на три поэтому за более свеже актуальной информации обращайтесь в группу telegram переходите по ссылочке внизу под этим видео в нашу группу telegram а на этом все всем успехов попутного тренда пока